КОЛОВ ДЮТИ Да, действительно, КОЛОВ ДЮТИ выходит каждый год уже как минимум 13 лет, взрывая умысовых сверстников и опустошая кошельки их родителей. По моим наблюдениям, более старшее поколение относится к этой серии уже не так фанатично. Ну, не всем, знаете ли, нравится наблюдать, как из года в год им продают за цену хита на помаженный труп с улучшенной анизотропной фильтрацией, аж на полтора процента лучше, чем в прошлом году. Разумеется, с очередным замечательным сюжетом про злых рельских иванов, которые уже всех достали, и Капитана Прайса, которая без устали этих всех иванов мочит. КОЛОВ ДЮТИ МОДЕРН ВОРФР 2019 года, перезапуск некогда действительно великолепной линейки, если помните, в этом плане превзошел сам себя. Мало того, что, вы уж простите, что в третий раз уже, повторяю, да, но это важно. Мало того, что это все та же самая игра, с той же самой механикой, не изменившейся ни на йоту, с довольно посредственной для такого тайтла графика, и поверьте, мне есть чем сравнивать. В долбаном сноураннере график лучше. Мало того, так еще и накал пропаганды достиг небывалых пределов. Настолько небывалых, что даже сами американцы начали крутить пальцем у виска со словами «Ай, ю крэйзи, что ли, совсем, блядь!» Согласитесь, пропаганда — это данность. Было бы странно, если бы ее там не было, и я к этому сегодня еще вернусь. Но всему должен быть предел. Одно дело показывать, что вот мы хорошие, а они вот плохие. И другое, что мы всякие, а вот они хуже зверей и хуже террористов. Каждый из них оркли, тиранитли, в смысле гражданские или военные, пофигу. Все они в душе Ж-12. Более мерзкой агитки я еще не встречал. Наверное, вы понимаете, почему к новой игре серии я подходил с опаской и любопытством. С любопытством, потому что, ну, действительно ж любопытно, да? Благодатная тема холодной войны. На помершего уже более полувека назад товарища Сталина и его детище беспрерывно льются помои разных запахов и оттенков, демонизируя его до предела. Хотя в те же времена существовали правители, которые еще пуще топили в крови свои народы. Что уж говорить о боли ранних, ну, право же. Кому это интересно, когда есть кровавый совок с их миллиардом расстрелянных лично Сталином, сидящим на Берии верхом, да? И зная непревзойденное мастерство лепки из грязи этих игроделов, мне было очень интересно. Что же они еще такого придумали, чего я еще не слышал? Может, наконец расскажут, как Советы сбросили ядерные бомбы на мирные японские города? Сколько уже можно скрывать эту правду? С другой стороны, было немножко противно, потому что вот в очередной раз убивать русских солдат и слушать, какие мы все враги и мрази, ну, это неприятно любому здравомыслящему человеку. И знаете что? Ничего, ничего страшного. Call of Duty Cold War — лучшая игра серии за все 13 лет, в которые я играл. Лучше даже, чем первый Modern Warfare. Тут есть все, чего я хотел бы видеть в новой колде. Теперь уже действительно качественная графика, без попыток прикрытия, темнотой. Здесь есть интересные работающие попытки отойти от обычных лекал, бездумные, заскриптованные пострелушки. Здесь есть интересный сюжет. И самое главное, здесь все в порядке с клюкой и пропагандой. Первый тут не больше, чем в среднестатистической западной игре, где мелькают русские. Ну а про вторую я чуть ранее сказал. Было бы странно, если бы игра, сделанная американцами, для американцев и про-американцев, рассказывала бы, какие русские хорошие. Нет, конечно, тут есть исторические передергивания, куда уж без них. И виной всему, разумеется, опять русские, но на этот раз хотя бы не все сразу. Но, как ни странно, на мой взгляд, американцев они показали не менее мразотными, чем русских по некоторым моментам. Это приблизительно та самая серая мораль, которую нам обещали еще в прошлой игре, но которая, видимо, долго ехала к нам из-за сами знаете чего. Так что, конечно, игру есть за что пожурить, но ругать ее как прошлую мне не хочется, потому что в какой-то веке в Call of Duty можно играть несколько же час зубами. Я полагаю, виной всему разработчикам. Когда-то давно игры серии делали две разных компании. Линейкой про злых, русских и доброго капитана Прайса занимались Infinity Ward, подделки которых считались эталонными. На мой скромный взгляд, эталонами были лишь первые две Modern Warfare, а все остальное довольно посредственные игрушки. И дело тут не в том, что, как писали еще в 2007 году в игромании, что первой же игрой они задрали себе чересчур высокую планку, которую сами же потом не смогут взять. Ну, взяли же в итоге всего через два года, верно? Взяли бы и в третий раз, было бы желание, но у них там начались разбирательства и внутренняя борьба. Я не сильно разбираюсь во всех этих перипетиях по причине абсолютного безразличия, кто там с кем спорил, кто там с кем судился. Но сама же Википедия гласит, что в 2010 году студию покинули ключевые персоны. А кто у нас обычно приходит на место покинувших посты талантливых или не очень людей? Правильно, люди удобные, возможно, даже набранные по квотам. Тогда эта зараза еще не поразила индустрию так серьезно, но первые звоночки уже были. Второй компанией была Триарч, это такая Call of Duty на подхвате. Вот этой вот картиной мы закроем вот эту вот дырку в обоих. Серьезно, многие воспринимали их работой, вот этой вот линейки, да, как заплатку, чтобы устранить временной лаг длиной в год. Это такая Call of Duty курильщика. Опять же, на мой скромный взгляд, World at War была технически, возможно, не такой, проработанный как Modern Warfare 2 или даже Modern Warfare 1, но очень интересный и атмосферный. Я до сих пор с радостью переигрываю в него каждые лет 5, что для меня, в принципе, не так уж и плохо. И, что, конечно же, почти немыслимо по нынешним меркам, там были показаны русские, и при том не как звери, а как люди. Компания за советского солдата Дмитрия Петренко, кажется, так его звали, действительно очень чувственная и интересная, пусть местами гиперболизированная. Последовавшую за ней Black Ops 1 я считаю лучшей игрой серии, если не брать во внимание новую игру. Не пытаясь особо ничего менять, Триарчи сделали акцент на интересном косметологическом сюжете, который я обожаю. Вот эти вот все иллюзии, промывки мозгов, глюки персонажей меня всегда к этому тянуло. Плюс к тому же они продолжили сюжет прошлой игры, сделав персонажа Виктора Резнова около культовым определенных кругах. Как по мне, никакие цена и мыло рядом не валялись. Вторую часть я нашел в медиа интересной, в остальные играть с ней удосужился. К тому времени Call of Duty набило серьезную наскомину, поэтому ознакавливался я с ними через обзоры. Ну так вот, пусть за последние лет 10 произошло немало кадровых перестановок в этих двух студиях, общая схема, к моему удивлению, сохранилась до сих пор. Великолепный Infinity Ward в том году слепила на мозговной палок Modern Warfare 2019, прикрываясь коричневой моралью. А Триарч, над которой некогда многие посмеивались, в этом году преподнесла нам Call of Duty Black Ops Cold War. Как нетрудно догадаться, игра пытается осветить события Холодной войны. Действие происходит в 1981 году, изредка разбавляясь флэшбэками. Идет напряженное противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов. Уже после обзора на прошлую игру серии я выяснил, что Modern Warfare 2019, оказывается, была перезапуском серии. В этот раз я специально посмотрел в той же Википедии, не перезапуск ли новая игра. Нет, похоже, что не перезапуск. Хотя я по-прежнему не уверен, так как лично мне трудно соднести некоторые происходящие моменты. Ну да ладно. Ну а раз не перезапуск, то получается, действие игры происходит после Black Ops 1 и до второй, причем включительно. Ну так вот, как говорится, в нашем колхозе беда за бедой, были два БК, да оба с рогами. Президент Соединенных Штатов узнает, что активизировался советский шпион по кличке Персей, который уже успел ранее принести проблем. А что это значит? Это значит, что стоит ждать самого худшего. Однако игрок, запустивший игру, сталкивается, наверное, с самым лучшим. С саундтреком. Вот насколько я балдел от саундтрека Black Ops 1 и World at War, настолько же балдею от саундтрека последней игры. Он выполнен красиво и в меру эпично, особенно советские темы. Я не эксперт в музыке, но я через нее чувствовал, что разработчики к Советскому Союзу испытывают, если уж не приязнь, вряд ли, но как минимум уважение как к врагу, с которым стоит считаться. К такому могучему и громоздкому. Хотя, возможно, это лишь мои фантазии. К слову, игра опять предупреждает нас о сценах насилия. Как мило с ее стороны. Я никогда не устану повторять, что касаемо Call of Duty, для российского населения необходимо давать возможность пропускать всю игру сразу, до финальных титров. Потому что расстреливать российских или советских солдат, это, конечно, прекрасно и правильно, но не в американцев же стрелять, ей-богу. Но, знаете ли, не всем это по душе. Однако, пока Call of Duty делают американцы, а мы лишь выражаем озабоченность направо и налево, как какая-нибудь страна тютя, боящаяся ответить жестко, то и расстреливать мы будем именно своих сограждан. Другой Call of Duty у меня для вас нет, как говорил кто? Правильно, Петр Первый. Хотя, повторюсь, тут все на довольно приемлемом уровне, если для вас это так же важно, как для меня. К слову, знаете, сколько требует место новая колда? 138 гигабайт. Никогда не перестану удивляться, как растолстели, блин, игры. И ладно бы это действительно было оправдано. Хотя, вот в данном конкретном случае все же оправдано. 86 примерно гигабайт весит обычная версия. Однако, с прошлого года мой бог-машина вышел на новую ступень могущества. Поэтому, какого спрашивается хрена, мне бы не скачать дополнительные текстуры 4К, да? Вот отсюда и 140 гигабайт. А где 140, там и 150. Хотя, в отличие от прошлой колды, это вроде не спешит накатывать патчи весом 15% от самой игры. Впрочем, там и времени прошло больше. Кто знает, может и тут накатит. Кстати, об амнисии. Несмотря на возросшие мощности, игра не разрешила мне включить ультра настройки. Ну, то есть, конечно же, разрешила, но смысла в этом было мало. Я не уверен, что за это стоит ругать именно игру. Есть такое у меня ощущение, что сейчас это обычная картина в игре строя. Однако, знаете ли, на мой скромный взгляд, требования могли бы быть и поскромнее. Например, та же Destiny 2 мастерством освещения Cold War сильно превзошла. А жарет столько же ресурсов, если не меньше. Во время игры в самом начале сеанса были заметны микрофризы и подтормаживания. Не часто, но все же. Однако потом, если не перезапускать, все стабилизировалось и не заикалось больше. Что до графики, то я так скажу. Я не тот, кого называют графодрочером. Для меня этот момент никогда не был решающим. И в конце концов, хорошая игра с плохой графикой гораздо интереснее, чем плохая игра с хорошей графикой. Но иногда хочется отойти от ретро-игр 15-летней давности и, взяв такой половник побольше, зачерпнуть и хлебнуть не только, знаете ли, классного дизайна, но и такой же классной графики. И когда игра во всю глотку кричит о том, что вот у нас тут будет по этой части все вообще круто, а на деле ты находишь в ней текстурки и баги 13-летней давности, вот тут уже можно и придраться. Так было в прошлом году, но не в этом. Дизайн, конечно, тоже играет роль и немалую, но по ощущениям и он тут тоже лучше, чем в прошлом году. А сама графика уже не вызывает желания показать пальцем в любую текстурку и ржать 5 минут. Так что с технической точки зрения тут все более-менее в порядке. Ответить мне только на один вопрос. На кой без тут нужна кнопка отключения звука на F10? Вот зачем? Я нечаянно нажав на нее во время смены графических настроек подумал, что у меня заглючила винда, испортилась видеокарта или еще какая-нибудь пустяковая деталь, что бог император на меня прогневался. Зачем? За что вы так со мной? Это что, где-то в киберспорте необходимо? Ну так сделайте ее активной только в сетевой игре. Ладушки, давайте вернемся к сюжету. Чтобы противостоять Персея, вызвали кого? Нет, не Андромеда с Гераклом. Лучше созвали самых крутых персов тех времен. В почетный перечный круг входят Вудс и Мэйсон. Да, те самые. Поэтому я и решил, что действие игры происходит не просто между первой и второй частями, а частично уже во время действия сюжета второй, ведь Мэйсон считал Вудса некоторое время погибшим. Именно за Мэйсона мы и начинаем играть в первой миссии, гоняясь за одним из обладателей важной информации. Скажу сразу, досконально сюжет я не запомнил, и изучать его для обзора не вижу никакой нужды. Эти детали на конечный результат не повлияют вообще никак. Да и не очень-то мне интересен лор этой серии, вот честно. Любопытно, но не более того. В общем, в конце забега сразу сталкиваемся с интересной механикой, необычной для колды. Диалоги с выбором реплик. Я допускаю, что в какой-то из пропущенных мною частей уже было нечто подобное, и я сейчас выгляжу глуповато. В этом случае можете закидать меня помидорами, только, пожалуйста, не этими тепличными, они невкусные. Ну так вот, по идее, возможность выбора ответа подразумевает вариативность, однако просто наличие вариативности ради лишь самой вариативности это не то, чего хочется от игры, тем более такой дорогой и красивой игры. Да, тут, к примеру, можно убить пленника, а можно отпустить. Повлияет ли это как-то на центральный сюжет? Не уверен, но судя по тому, что я видел, повлияет совсем минимально. А вот на какие-то сторонние моменты все-таки повлияет. Например, на диалоги команды. Вообще, забегая вперед, скажу, что разработчики могли бы сделать еще смелее и запилить немного-немало свой масс-эффект или бить маг, где выбор, что есть на ужин, гречку или манку, потом аукнется тебе в будущем, пусть даже в форме боли в животе, но все же. Тут, знаете ли, при такой немалой вариативности действительно как-то маловато последствий. Конечно, часть из них я мог пропустить, так как прошел игру один раз, но опять же, нет никаких указателей на иное положение вещей, то есть игра не сильно-то коррелирует с действием игрока. Ладно, суть в том, что раз Персей теперь на вас три лучи, то помимо Вудса и Мэйсона нужно вызвать и других профи. Например, Адлера, профессионала, столь же пафосного, сколь и умелого. От одного взгляда на него становится понятно, он гнида. Однако не самая большая из нашей команды. Есть еще Ридгардец Симс, довольно-таки красивая Хелен Парк с отличной задницей. Частинник. И, конечно же, Лысый Хадсон. И давайте скажу сразу о персонажах в целом. Они живые. Не только перечисленные все персонажи живые, как положительные, так и отрицательные. Живые не только благодаря характерам, из которых хирургическим путем извлекли почти всю клюку, начиная от матрешек с баля-ляйками, заканчивая сигаром из демократии. Но также благодаря постановке. Это невероятные сочетания графики, дизайна, анимации, поведения персонажей. Да, все это очень камерно и работает только пока ты смотришь на это, и ты-то понимаешь. Но насколько же все это сделано реалистично и зрелищно? Вот что бывает с людьми, которые долго играют в Скайрим и Дарк Соус. Им уже Call of Duty кажется реалистичной. Но действительно, детализация, анимация, дизайн, а главное, связывающая все это вместе, атмосфера здесь на высоте. И за кого же из этих персонажей мы будем играть? А не за кого. Мы создадим своего. И вот тут появляется меню, где можно создать нового героя своего времени. Статичное у него только погоняло. Белл, ну то бишь колокол. Итак, какие же возможности кастомизации предоставила нам игра? Имя, разумеется, будет Иван. Ну как же иначе-то? Давненько я не играл за русского. Фамилия Матрешкин. Думал сделать балалайки, но это, значит, как-то уже слишком. Поэтому Матрешкин. Принадлежность, разумеется, КГБ. Ну а где еще мог работать Иван Матрешкин? В ЦРУ что ли? Нет, в ЦРУ он работает сейчас, мастерски предал в КГБ. А раз работал в КГБ, значит у нас что? Жертва пыток. Иначе же и быть не может, да? Ну, на самом деле, это такой перк, который дает различные свойства на старте. И, кстати, бывшее место работы тоже отмечается игрой. Ну и раз персонажа зовут Иван Матрешкин, и он бывший КГБист, то откуда он такой? Разумеется, из Африки. Откуда же еще? Ну и цвет кожи, понятное дело, конечно же, темный. Как иначе-то в 2К20 играть, забелываться с гендера. Я что, с дуба рухнул, что ли? Так что Иван у нас тоже будет этот, как его. Ну вы поняли. Так, пол. Пол, конечно же, альтернативный, видите? Блядь. Серьезно. Калл-дюти. Куда катится мир? Альтернативный пол. Извините. Это будет вырезать. Ну, короче. Он либо терминатор, либо гермафродит. Или потолок, потому что противоположный пол. Короче, я бы ему дал кликуху не Белл, а Али Баба. Потому что непонятно, Али мужик, Али Баба. Вот такой вот у меня получился терминатор, гермафродит, бывший кегебист, жертвопыток, редгардец Иван Матрёшкин. По-моему, очень правдоподобная легенда. Везде сойду за своего. Безусловно, нам как бы доверяют, но как бы не очень. Ну и ещё бы, с такой-то биографией. Если говорить серьёзно, то это показное доверие. Мы для них явно новенький. Ещё одна миссия, где нам показывают флэшбэк, мол, с чего всё началось. Наша первая встреча с тем самым Персеем. Миссии тут все как одна, зрелищные и отлично поставленные. Всё взрывается, а даже то, что по идее взрываться не должно повсюду, что-то бабахает, ломается, рушится, вокруг стрельба, крики, стоны. Это Колодюти всегда умела делать. Особо на этот счёт больше сказать нечего, просто очень зрелищно и проработано. Красивый тир. А что ещё проработано, так это звуковое оформление. Я не знаю, каким таким образом, но Триарчи и всегда звуковое оформление получалось, на мой взгляд, лучше, чем Infinity Ward. Тут они себя не изменили, звук очень хорош. По крайней мере, не вызывает чувства дежавю, что уже плюс, учитывая список косяков серии. Вместе с музыкальным оформлением звук создаёт тут львиную долю атмосферы. Я бы даже так сказал, больше половины. Игроделы отлично знают, какой шаблон где подать и какую композицию где включить. В принципе, это тоже одна из давних фишек серии Call of Duty, которая, опять же, на мой взгляд, расправила крылья только с выходом Black Ops 1. И вот, флэшбэк закончен, и у нас тут готовится спецоперация против Персея. Читается аннотация о том, что Советский Союз может сбросить на Америку бомбы. При чёвках нам рассказывают, что мы должны предотвратить угрозу всему человечеству. Защитить цивилизацию от великого зла. Это дословная цитата. Великое зло, если вдруг кто не понял, это мы, русские. А американцам пленники кричат, мол, ну вы же американцы, у вас же есть правила. Ну да, мы же так часто бомбили ядерными бомбами мирные города целых ноль раз. Да, в отличие от той же самой Америки, уничтоживших Хиросиму и Нагасаки, где не было военных баз. И именно Объединённая Европа разрабатывала планы невозможные, дропшот, целью которых, если отбросить вот эти вот все брюджаны на тему «Случай войны с СССР», да, являлись в том числе массивные ядерные удары по территории СССР таким образом, чтобы оправиться мы уже не смогли. Ох уж этот кровавый Сталин с не менее кровавым Берией, которые, связав Америку войной в Корее, умудрились насоздавать своих ядерных бомб и сравнять силы. Если у кого-то до сих пор есть иллюзии насчёт того, что они бы так не поступили, то японцы тоже наверняка так думали. Такие вот у них интересные правила у этих американцев. Справедливости ради стоит заметить, что тут, в игре конкретно, всё подаётся, скажем так, основываясь на антураже той эпохи, эпохи холодного противостояния двух ядерных сверхдержав. Разумеется, они нас ненавидели и демонизировали, потому что, ну, не себя же, в конце концов, демонизировать. Всегда нужен внешний враг. Это нормально. Нехорошо, но нормально. В то же время, часто это биение пяткой в грудь тут выглядит карикатурно на фоне персонажей американцев, которые сами ведут себя, скажем так, как звери местами. До Уравниловки тут, на самом деле, очень далеко, и Америка всё ещё хорошая, Россия всё ещё плохая, но было бы странно увидеть в этой серии игр нечто иное. Но, как бы то ни было, нужно ловить Персея. Делается это через доску с уликами. На самом деле, игру можно похвалить за обилие информации, а также за то, что она даёт возможность игроку подумать головой. Например, тут есть дополнительные миссии, где нужно ликвидировать, скажем, голову ячейки. Но если мы это сделаем, не раскрыв других агентов или не расшифровав данные, то мы не уничтожим сеть. Поэтому на разных уровнях мы можем собирать материалы, которые в стиле раннего Ассатин Скрида дадут нам возможность расшифровать пароль или найти нужных людей. На концовку это глобально не повлияет, просто в финальном брифинге тебе расскажут, к чему это привело. Но это тоже отличный показатель. Для тира. Однако я же отыгрываю глюпого-рульского Ивана, поэтому я решил забить на всё это, потому что я глюпый. Данные показали, что некий Олдрик работает на Персея. Я сначала подумал, какого хрена он шляется по Америке в 80-х, а не сидит у себя в Анурландо, но потом догадался, что это не тот Олдрик. Если что, имя пожирателя богов на оригинале пишется как Элдрич. Я не силён в английском, но, возможно, местный Олдрич тоже неверное произношение. Но если нет, пофигу. Я глюпий-рульский, чего вы от меня ждали. Следующая миссия была, не помню где, нам нужно было ликвидировать пару агентов Персея. Один засел в Нью-Мексико, а другой на оккупированный Советским Союзом территорий, в Узбекской ССР. Целая военная база не смогла справиться с двумя бравыми американскими агентами, потому что с нами Бог, так сказал президент, он не может лгать. А потом мы полетели в Германию. Там меня ждал Стелс. Вместе с Адлером и другими я должен был проползти на картах по Берлину, как ниндзя. Всё ради того, чтобы встретить женщину. Как говорится, шершеляфам, что в переводе с древнегреческого означает «ищите женщину». И я нашёл. Никогда мне ещё не было так сложно искать женщину. А ещё я должен был взламывать замки. Зачем? Ведь у меня есть приклад моего автомата Калашникова. Но пришлось учиться взлому и скрытности, потому что Адлер очень настаивал. Правда, не всё у меня получалось сразу и хорошо. Очень быстро скрытная миссия переросла в открытую перестрелку, потому что не надо мне доверять такие сложные вещи. А потом я понял, что просто бегаю кругами. Наверное, это из-за водка. А, мы же в Германии, значит, наверное, даст водка и даст балалайка. Как же тяжело быть секретным агентом. Ладно, давайте отойдём немножко от кривлянии и поговорим о механике игры. Для тех, кто почему-то не в курсе, механика это взаимодействие одних элементов, в данном случае геймплейных, с другими. Странно, что некоторым приходится это объяснять. Вот, например, механика стрельбы. Как персонаж стреляет, как ощущается отдача, как работает стрельба, перезарядка, как всё это выглядит, как всё это звучит. Про стрельбу я сказал в качестве примера, потому что о ней особо сказать на самом деле нечего. Тот же Modern Warfare 1 в точности. С тех пор ничего не изменилось. Нет, мантра о том, что тут нечего менять, не канает, потому что при словотом Destiny 2 стрельба сделана лучше, и не только в ней. Тут шаг вперёд сделан не был. А вот в других механиках был. Например, скрытность. Раньше она была строго заскриптована и давала мало вариативности игроку. Теперь же ввели как минимум показатель скрытности, обычную долбанную эскаримскую шкалу. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь уже даёт иллюзию возможности. Именно иллюзию, по счёту поведения персонажей за некоторыми исключениями осталось тем же. Но в итоге эффект складывается совершенно другой. И не важно, что это лишь иллюзия, это ведь в конце концов Call of Duty тут всё работает на камерность. Взлом замков. Казалось бы, ну зачем он нужен? Он прост, не затеялив, можно просто выбить дверь. Однако теперь действительно есть видимость выбора. Та же история с диалогами. Опять же, казалось бы, зачем она в игре про тир? Ну вот сделали. И что, стало хуже? Нет, стало лучше. Шутер не испортился, а разнообразие стало больше. Например, в той же берлинской миссии мы можем выполнить дополнительное задание освободить или убить взятого пленагента. И это немножко, но повлияет на дальнейшее развитие событий. Или вот ближний бой. Теперь можно захватить противника и тихо его придушить. Или не тихо, или не придушить, а убить. Или использовать как живой щит. Приём очень ситуативен, за всю игру мне понадобился раз пять, не больше, но зато как эффектно. Сам факт того, что ты просто можешь так сделать, уже греет душу. Ну и пусть сделано всё это довольно упрощённо, пусть это можно назвать лишь декорацией, пусть в шутку можно ругнуться в стиле Мэдисона, сделали Скаллодёте какую-то РПГ. Всё же я считаю, что это и есть развитие. То самое, которое полностью отсутствует как минимум в прошлой игре, а как максимум в большей части игр серии в принципе. Ну уж лучше поздно, чем никогда. А теперь у дела снова вступает Рюзький Иван. Мы едем на оккупированную СССР территорию Украину. Там что-то очень секретное, и мы это секретное должны были добыть. Сначала я налюбовался на ужасы оккупации. Эти проклятые русские, эти мерзкие бывшие соотечественники понастроили на бедной Украине столько инфраструктуры и стратегических объектов. Сердечный зверь, аж слеза наворачиваются. Не надо, медведь, несуй мне водка, я в порядке. Вудс сказал мне фотографировать все секретные документы, но я не знал, какие из них секретные, потому что они ведь секретные, поэтому я фотографировал вообще все документы и плакаты, какие видел. К сожалению, мне не удалось сфотографировать плакат с антенной решеткой. Наверное, она слишком секретная. Кстати, следующий уровень напомнил мне почему-то уровень из Modern Warfare 1. Был там такой, если помните. Там мы и попали на тренировочный полигон русских, где они учатся стрелять по мирным американцам, вторгаясь в их города. Кстати, забавно, что по сюжету самой игры вторгались в города и расстреливали людей именно американцы, а не русские. Ну так вот, мы русский народ очень непредсказуемый, настолько непредсказуемый и непостижимый, что пишем пароли о сверхсекретных компьютерах на стикерах и вешаем их прямо на монитор. В этом компьютере обнаружилась информация о том, что Персей разрабатывает некий план Зеленый свет, и Хатсон об этом знал, как и о подробностях плана. Оказывается, Персей тайком решил получить контроль над ядерным оружием США, чтобы ударить им по Европе и свалить все на Америку, развязав таким образом ядерную войну и на ее руинах возвысив СССР. Мы идем разбираться с Хатсоном и Фулц бьет ему морду, но потом все успокаиваются, ведь Лысый не может быть предателем. Я читал это в брошюрке о сценарии для Чайников. К слову, именно с этого момента начинают звучать фразы вида «Правды нет, вопрос лишь кому верить». Классическая такая софистика, но как бы разработчики не старались, показать обоюдную темную сторону, все же тут есть еще над чем работать. Ну, уже неплохо. А мы пока что едем на Урал. Помог нам туда попасть Рюйский, конечно же, кто же еще продал родину за бейсболку? Наш мужик. А хотя чего я кривляюсь, мы, если туда идем, разнообразие ради не за Белла, а за Мэйсона. В один момент они с Вудсом разделяются и, подобрав лук и стрелу, Мэйсон ловит цифровой приход. Как вы и знаете, согласно лору Black Ops Мэйсону промыли мозги в гулаге, чтобы он выполнял команды, но Виктор Резнов сумел захватить контроль над машиной и перепрограммировал Мэйсона на другие цели. Такой вот приятный флешбек к отличному сюжету первой Black Ops. Да, и уровень зимой и с луком понравился, потому что, как мы все знаем, лук любую игру делает лучше. Лук — это плюс 5 к оценке игры, а арбалеток вообще плюс 10, даже стрелы-болтов не надо. Ну и выясняется теперь, что за нужной информацией необходимо не куда-нибудь лезть, а аж на лубянку в центральный отдел КГБ, на что Адлер говорит, мол, говно вопрос. Ну, разумеется, ведь эти русские такие тупые, а главное непредсказуемые, да? И вот тут начинается вторая по моим личным оценкам по интересности миссия. Мы действительно оказываемся в КГБ в роли советского предателя. Уровень очень атмосферный и интересный. Сначала мы идем на заседание, где встречаем Горбачева, Кравченко и Мрана Захаева. Так, стоп. Ладно, Горбачев, это понятно. С таким правителем и никакая Америка не нужна, сами бы развалились годом раньше, годом позже. Кравченко считался убитым Мэйсоном в 68-м году, Black Ops 1, но в Black Ops 2 стало ясно, что он выжил, и его такие убили, но уже в 86-м. А вот Имран Захаев, получается, что все эти Прайсы, Макарова, Вудса и Мэйсона существуют в одной вселенной? Стало ли так после перезапуска линейки Modern Warfare или так было всегда, песов знает. Не очень-то мне интересно, коль на то уж пошло. На совещании мы вроде как пытаемся вычислить шпиона, строго зыркая друг на друга. Затем идем выполнять задачу, как основную, так и дополнительную по желанию убить предателей с Берлина. Задачу можно выполнить разными путями, сфабриковать доказательства, перепрограммировать ключ, в общем, прямо квест с элементами РПГ. На этом уровне я застрял надолго не только потому, что бежать и стрелять это быстрее, чем идти и скрываться, а еще и потому, что он очень атмосферный. А он этичность на очень серьезном уровне. Еще бы только не приходилось стрелять советских солдат, ломать им шеи и делать прочие богоугодные дела. Насколько этот уровень хорош, настолько же он по уже названной причине становится плохо в итоге. Очень неприятно, если честно. Но, еще раз повторюсь, было бы странно ожидать от разработчиков подобной эмпатии. А еще странно, что меня не раскрыли. Ладно, Адлер, подумаешь, типичное американское лицо со шрамами. Но меня, особенно учитывая, что я... Особенно учитывая, что я... Сейчас. Особенно учитывая, что я... Миротгардец! Ну, неважно. Впереди следующая миссия. Мы бегаем по Кубе, стреляем, пытаясь найти Персия, но находим только проблемы на свою голову и сознание того, что Персей всех опять обманул, как дзинч. И поэтому единственный ключ к его ликвидации это я. Ведь я особенный солдат. У меня в мозгу очень важная информация. Я однажды работал на Персея, но меня поймали и перепрограммировали. Теперь понятно, почему мне снятся матрешки и балалайки. А еще мне приснился плакат с антенной решеткой. Значит, она в той миссии была неспроста. Не зря я ее сфотографировал. Вот, в общем-то, самая интересная миссия в игре. Без преувеличений. В принципе, на мой взгляд, апофеоз всей игры. То, ради чего в нее, в принципе, стоит играть. Она, эта миссия, шикарна. В первом Black Ops разработчикам удалось сделать короткий, но интересный психоделический уровень. Здесь же они себя превзошли на три головы. Постановка сцен, музыки и звуков тут выходит на небывалый уровень. Я большой почитатель подобных уровней с иллюзорными мирами. Миры снов, миры внутри программы, миры внутри сознания, где все так и отдает неестественностью. Что до персонажа Белл, ну, тут уж извините, с самого начала нетрудно заподозрить неладное. На фразы вроде «Ты же был во Вьетнаме, ты всех спас», мы отвечали в стиле «Да», а я вот что-то не помню такого, странно. Ну, то есть, амнезия — это ладно. Но разработчикам мастерски удалось передать еще и настороженность, которые относились к Беллу другие персонажи, в особенности Мэйсон с Вудсом, который не понаслышке знает о перепрограммировании мозгов. Они так неуклюже отсылают Белл, мол, давай, иди отсюда, не задавай вопросов. Да и в начале игры вот в этой вот комнате я поймал интересный глюк с цифрами, как у Мэйсона. Я, честно говоря, даже обратить внимание не успел, просто отметил это в мозгу. В итоге выясняется, что именно Мэйсон послужил частичным донором воспоминаний. В этой миссии с погоней за самолетом мы видели, как убивают одного из террористов. И тут как раз мы и были. Нас нашли, перепрограммировали на манер того же Резного с его цифрами. Мы точно знаем, где Персей с его ракетами и нас использовали все это время как инструмент. Уж не знаю, использовали они для этого технологии, которыми пользовались Кравченко, Драгович и Штайнер. Я бы не удивился, но факт есть факт. И вот нас погружают в мир внутри нашего сознания. Ох, какой же это кайф. Адлер пытается прокручивать один и тот же сценарий с разными условиями, где я бы попал в двери бункера, но будучи нигилистом, знаете ли, по жизни, и еще, конечно, потому что Адлер это хер моржовый, я всячески противился. И это отлично проиллюстрировано в игре. Все указатели, все буквально ведет нас, скажем, направо. Адлер указывает направо, а какая-то часть сознания борется и борется до последнего. Чем больше мы сражаемся с приказами, тем больше искажается мир и вскоре от него не остается вообще ничего. Это просто набор условностей. На нас давят так, что впору же чокнутся тут, в реальности. И все это нарисовано и озвучено настолько аутентично, что просто диву даешься. Насколько же это, мать вашу, круто. Я повторюсь, лично по моим меркам уже ради этого уровня стоило проходить игру. Ну а затем, как бы мы ни старались, мы узнаем, что пуск ракет произойдет на Соловках. Мы можем сказать правду и тогда пойдем штурмовать Соловецкий монастырь. Помнится какую-то игру в СМИ, уж не Ассасин или Крит, тут не помню, извините. Но помню, что ругали ее за то, что там действия происходят в одном из католических храмов, мол, ну как же так, это ж не богоугодное дело. Видимо, разносить Соловецкий монастырь дело богоугодное. Всем пофиг, да. Потому что плохо это когда у нас, а когда у русских, ну это хорошо, с ними такое можно. Ну и обычный для таких игр финальный рывок и все, мир спасен, все накрыто огнем. Нам вещает о том, что Железный Занавес немножко уже прорван, причем говорят так, будто его прорвали они. Хотя Железный Занавес опустил не Советский Союз, а Запад. Об этом говорить как-то не принято, но это исторический факт. Ну что уж там, мир спасен и нас, как спасителя, втихаря убивает Адлер. С одной стороны, мы предатели, желавшие смерти тысячам мирных, в том числе и жителей. С другой, ну как-то это неприятно, что ли, все же протагонист. Там, конечно, не показали, успел ли он нас убить или мы его, но что-то мне подсказывает, что он все-таки успел быстрее. Поэтому я думаю, что проходить лучше на особую рюзьскую концовку. Нужно соврать всем про местонахождение Персея, но вместо того, чтобы принять таическую смерть от этих кретинов, нужно за 30 секунд до старта миссии успеть забежать в комнату и передать по рации Персеи нужные данные. Тогда нас встретят наши старые товарищи и мы сможем отомстить. Да, можно расстрелять каждого из напарников с особой жестокостью и убить самого Адлера. После чего Персей позволит нам лично дать команду к началу ядерной атаки. И тогда из пепла ядерной войны поднимутся... Нет, не терминаторы, СССР! Такая вот тут есть альтернативная концовка. Понятно, что она не каноничная, ведь действия Black Ops 2 происходят позже Black Ops. Скажем так, пять, да? И там Мэйсон и Вудс живы, да и ядерной войны не было. Но все же, пусть я и террорист-предатель, на мой взгляд, не мрази, перебивший кучу советских солдат на Лубянке об этом судить. И заметьте, как меняется их риторика, если их обмануть. Там, в середине компании, я для них боевой товарищ, а теперь я, видите ли, это тварь, даже не человек. В общем, все с ними понятно. Ядерный занавес. Что сказать, компания хоть и не блещет хитросваренным сюжетом. Это всего лишь очередной майндхак-майндфак с кучей подсказок для более-менее внимательных. Но все равно поставлено все очень зрелищно и интересно. А за предпоследний уровень я вообще готов простить игре очень многие грехи. Однако, помимо компании, тут есть еще какая-то варзона, я ее трогать не стал. А также сетевая игра и режим зомби. В этот раз я решил опробовать их. Сетевая игра, как вы видите, на экране мне не далась. Оно и понятно, последний раз я в Call of Duty и вообще в шутер по сети играл еще в Modern Warfare 3 на старте и чуть-чуть в Battlefield 3. Не соврать, это было лет наверное 10 назад. Не помню уже. И я прекрасно помню, как это было. Ты приходишь новичком, но посиди за этой игрой хотя бы день-два и не заметишь, как построишься и изучишь игру, карты и начнешь с удивлением для себя резко раздавать хедшоты. Это касается любой игры. Проблема в том, что мне совершенно не хочется сидеть в мультиплеере колды. Вот прям совсем. Я не думаю, что там принципиально что-то изменилось. Мне хочется попробовать множество других вещей. Поэтому я побегал буквально час в мультиплеер и на этом закончил. Никаких осуждений на этот счет выносить не буду, ибо не разбираюсь в предмете слова никак. Разве что розовые базуки все еще считаю лишними. Ну что за клоунады, ей богу. Другое дело режим зомби. Когда-то в World at War он меня очень увлек, не меньше, чем сама компания. Видно, что разработчики не относились к нему как к чему-то серьезному, однако реализовано все было очень даже серьезно. Спустя столько лет оно оказывается обросло лором и альтернативной истории, и конечно же было добавлено несколько новых фишек. Суть всего действия в том, что это такой ласт-тенд. На тебя волнами прут зомби, а ты их убиваешь. За убийство получаешь очки, за которые в некоторых местах можно покупать оружие или усовершенствовать его. За очки также можно открывать двери и ломать преграды, расширяя поле боя и давая зомби больше возможностей для вторжения на территорию. Чем дальше, тем больше будет зомби. Со времен первой игры тут концептуально многое не изменилось. Вообще ничего не изменилось, если честно, но в деталях приобрело. Появились некоторые интересные дизайнерские решения. Уровни тут очень красивые, особенно с этими вот летающими грибами, прямо как в Черном пределе в Скайриме. Оформленный сюжет с Уивером в главной роли, разновидности усиленных зомби. Играть по-прежнему интересно, однако пара моментов портит впечатление. Первое, это оптимизация. Компания у меня пару раз вылетала, в основном на кубе. Зомби, мало того, что вылетали, так еще и подлагивали на тех же самых настройках. При том, что текстуры тут явно хуже. Тут намеренный даунгрейд технологии, как и положено в сетевом режиме. И все равно это умудряется тормозить каким-то образом, а также вылетать, сожарав, видимо, всю память. Второй момент, который хорошо было бы исправить, это количество карт. Как я понял, их тут аж целых две. От такой невиданной щедрости хочется на теле расплакаться. Поиграв часов пять в зомби, я уже не хочу возвращаться именно по этой причине. Неужели нельзя было сделать хотя бы пяток карт? Впрочем, возможно, их добавят в DLC. К слову, как-то подозрительно долго для свежей и популярной игры ищутся соигроки. Наверное, они сейчас все заняты покупкой PlayStation 5, не иначе. Но в целом, удовольствие от режима я получила, удовольствие большое, как и от игры в целом. Подведу итог. Call of Duty Black Ops Cold War далеко не Next Gen, есть и более красивые игры. Тут далеко не самая отточенная механика стрельбы, не говоря уже о других, особенно новых. Но для 13-летнего концептуального старичка, навьюченного визуальными технологиями, Cold War смотрится и играется бодрячком, знаете ли. И не в последнюю очередь благодаря сеттингу, который, в отличие от прошлогоднего предшественника, действительно пытается обмазаться серой моральностью. И пусть получается это пока еще так себе, первый кирпич за долгие годы был заложен. Кто знает, может однажды и до настоящей серой морали дойдет. Но пока, наверное, я с удивлением для себя порекомендую к покупке эту игру тем, кто увлекается подобным жанром. А вот уже в следующем году, да, ждите новые порции коричневой морали в виде Modern Warfare 2021. Впрочем, чего заранее с пушек-то палить? Выйдет? Тогда и посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»